Ребята, всем привет! Такое небольшое включение. Вместе посмотрим закат и начнем слушать радикальное прощение Колина Типпинга, потому что я думаю, что для многих настало время радикально прощать. Он об очень многих вещах говорит в этой книге. Там есть и работа с тенью, и принятие, и эго. В общем, это реально находка. Поэтому я вам сделала такой тизер сейчас, чтобы если у кого-то было не то чтобы сомнение, но кто-то откладывал это в долгий ящик. Да что ж ты у меня тут? Кто-то откладывал в долгий ящик, а настало время. Поэтому я поворачиваю камеру и включаю первую главу. Колин Типпинг. Радикальное прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации. Посвящаю памяти Дианы, принцессы Уэльской, которая, показав миру трансформирующую силу любви, открыла сердечную чакру Великобритании и многих людей в других частях света. Введение. Куда ни посмотри, газеты, телевидение и даже наша личная жизнь везде нас окружают жертвы, страдающие от тяжелых эмоциональных травм. Так, например, мы читаем, что по меньшей мере каждый пятый американец в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию. Из телевизионных новостей мы узнаем, что изнасилование и убийства – обычное дело в нашем обществе. Они процветают повсеместно. Во всем мире широко практикуются пытки, репрессии, лишения свободы, геноцид и открытые военные действия. Прошло уже 10 лет с тех пор, как я начал проводить семинары по прощению, терапевтические лагеря для больных раком и практикумы для коммерческих компаний. За это время мне пришлось выслушать бесчисленное количество охладящих душу историй от совершенно обыкновенных людей. И я убедился, что на всей Земле не отыскать ни единого человека, который хотя бы раз в жизни не оказался в роли жертвы при весьма серьезных обстоятельствах. А сколько раз подобное происходило по мелочам, никто и сосчитать не в состоянии. Кто из нас может сказать, что никогда не винил в собственных несчастьях других людей? Для большинства, если не для всех, это образ жизни. Архетип жертвы укоренен в каждом из нас чрезвычайно глубоко и оказывает огромное воздействие на массовое сознание. На протяжении многих эпох мы и во всех сферах жизни играли роль жертвы, убеждая себя, будто сознание жертвы – одно из главнейших условий человеческой жизни. Настало время задать себе вопрос. Как можно перестать строить свою судьбу подобным образом? Как избавиться от склонности использовать архетип жертвы в качестве главного жизненного образца? Чтобы освободиться от этого мощного архетипа, нужно заменить его чем-то радикально иным, чем-то необыкновенно захватывающим и несущим такой сильный заряд духовного освобождения, что он помог бы нам преодолеть притяжение архетипа жертвы и мира иллюзий. Нам нужно нечто такое, что уведет нас за пределы собственной жизненной драмы, туда, откуда мы сможем увидеть общую картину и ту истину, которая сейчас от нас скрыта. Постигнув эту истину, мы поймем подлинное значение нашего страдания и сможем его трансформировать. Сейчас, когда мы вступаем в новые тысячелетия и готовимся к следующему качественному скачку в духовной эволюции человечества, для нас очень важно принять новый образ жизни, основанный не на страхе, борьбе и карательной власти, но на истинном прощении, безусловной любви и мире. Именно это я имею в виду, говоря о чем-то радикальном. И цель моей книги состоит именно в том, чтобы помочь вам совершить данный переход. Для того, чтобы что-то трансформировать, нам нужно вначале в полной мере испытать это на опыте. Значит, чтобы трансформировать архетип жертвы, мы должны его до конца пережить. Обходного пути нет. Поэтому жизненные ситуации, в которых мы чувствуем себя жертвами, необходимы нам, чтобы трансформировать соответствующую энергию посредством радикального прощения. Чтобы трансформировать столь фундаментальную энергетическую структуру, как архетип жертвы, очень многим душам приходится принимать этот архетип в качестве своей духовной миссии. И для выполнения этой колоссальной задачи душе нужно немало мудрости и любви. Возможно, вы одна из душ, которые добровольно взялись за выполнение этой миссии. Может быть, именно поэтому к вам в руки попала эта аудиокнига. Иисус очень ярко продемонстрировал, что означает трансформация архетипа жертвы, и я верю, что сейчас Он с терпением и любовью ждет, когда мы последуем Его примеру. До сих пор нам не удавалось извлечь должные уроки из Его примера, именно потому, что в нашей душе очень глубоко укоренен этот архетип. Мы не усвоили урок подлинного прощения, преподанный Иисусом. Жертв среди нас нет. Мы остановились на полпути и пытаемся прощать, при этом твердо оставаясь на позиции жертвы. Мы даже превратили Иисуса в наивысшую жертву. Такое отношение не поможет нам продвинуться на пути духовной эволюции. Истинное прощение подразумевает полный отказ от сознания жертвы. Главная цель этой аудиокниги – провести четкое разграничение между прощением, которое утверждает архетип жертвы, и радикальным прощением, которое освобождает нас от этого архетипа. Радикальное прощение ставит перед нами задачу полностью изменить наше мировосприятие, таким образом, чтобы отказаться от роли жертв. Моя единственная цель – помочь вам осуществить этот переход. Я понимаю, что человеку, который чувствует себя жертвой очень тяжелых обстоятельств и до сих пор остро ощущает боль, будет трудно принять представленные тут идеи. Таких людей я прошу просто прослушать эту аудиокнигу с открытым сердцем, и посмотреть, не станет ли им после этого легче. Теперь, работая над вторым изданием, я могу рассказать вам о позитивных отзывах читателей первого издания и участников моих семинаров. Даже людям, которые носили в себе душевную боль в течение длительного времени, книга принесла глубочайшее освобождение и исцеление. А семинары помогли трансформировать свое отношение к жизни. Меня удивило и порадовало то обстоятельство, что многим людям пронесла немедленное исцеление уже первая глава книги «История Джилл». Изначально я думал, что этот рассказ послужит просто хорошим введением, которое поможет понять идеи и концепции позитивного прощения. Однако, теперь я понимаю, что дух намеренно побудил меня к написанию этой главы. Он прекрасно знал, что делает. Мне часто звонят люди, нередко все еще в слезах, и рассказывают, что только что прочли эту историю, узнали в ней себя и почувствовали, как в их душе начался процесс исцеления. Очень многие из них решили поделиться своим опытом с другими, разослав историю Джилл прямо с моего сайта, всем своим друзьям, родственникам и сотрудникам. Настоящая цепная реакция. Я бесконечно благодарен своей сестре и ее мужу за то, что они преподнесли этот неоценимый дар миру, позволив мне рассказать их историю на страницах книги. Меня вдохновляет тот факт, что моя книга вызвала такой широкий отклик у читателей. Я все больше убеждаюсь, что дух использовал меня для распространения этого послания, чтобы все мы смогли исцелиться, повысить собственные вибрации и вернуться домой. Очень приятно быть полезным людям. Намасте. Колин Тиббинг. Примечания автора. Чтобы дать слушателю представление о том, что я называю радикальным прощением, предлагаю вам документальный отчет о том, как этот процесс спас брак моей сестры и в корне изменил ее жизнь. С тех пор радикальное прощение оказало огромное позитивное воздействие на жизнь множества людей, поскольку после этого эпизода я понял, что этот процесс может быть использован для помощи людям. Подобный метод в корне отличается от традиционной психотерапии и психологических консультаций по проблемам взаимоотношений. Теперь я провожу тренинг по радикальному прощению для отдельных людей и для целых групп, и мои клиенты после этого редко нуждаются в тех методах терапии, которые я использовал прежде. Дело в том, что после освоения инструментов радикального прощения проблемы человека в большей или меньшей степени исчезают. Послушаем историю Джилл. Увидев свою сестру Джилл в зале ожидания международного аэропорта Хартсфилд в Атланте, я с первого взгляда понял, что у нее произошло что-то неладное. Сестра никогда не умела скрывать свои чувства, и мне стало ясно, что на душе у нее тяжело. Джилл прилетела в Соединенные Штаты из Англии вместе с нашим братом Джоном, которого я не видел 16 лет. Он эмигрировал из Англии в Австралию в 1972 году, а я переехал в Америку в 1984. Джилл единственный из нас троих осталось жить в Англии. Джон ездил на родину, в Великобританию, а на обратном пути решил заехать в Атланту. Джилл полетела в Америку вместе с ним, чтобы пару недель погостить у нас с Джоанной и попрощаться с Джоном, когда тот будет улетать в Австралию. После объятий, поцелуев и нескольких секунд неловкого замешательства мы отправились в гостиницу. Я снял для нас номера, чтобы следующим утром показать Джилл и Джону Атланту, прежде чем ехать домой на север. Едва представилась возможность для серьезного разговора, Джилл сказала, «Колин, у меня беда. Мы с Джеффом, наверное, разведемся». Хотя я сразу заметил, что сестра чем-то подавлена, это заявление меня удивило. Они с Джеффом жили вместе вот уже шесть лет, и мне всегда казалось, что они счастливы. Оба состояли в браке прежде, но этот союз казался мне прочным. У Джеффа от прежней жены было трое детей, а у Джилл четверо. Сейчас с ними жил только младший сын моей сестры, Пол. «Что случилось?» спросил я. «Видишь ли, все это страшно запутано, и я даже не знаю, с чего начать», ответила Джилл. «Джефф ведет себя очень странно, и я уже не в силах это терпеть». Дошло до того, что мы почти перестали разговаривать. С ума сойти можно. Он совсем от меня отвернулся и говорит, что я сама во всем виновата. «А ну-ка, рассказывай все по порядку», сказал я, взглянув на Джона, который только утомленно закатил глаза. «Прежде чем лететь в Атланту, он прожил у них неделю. Я понял, что брат сыт по горло всей этой ситуацией». «Ты помнишь старшую дочь Джеффа, Лорен?» спросила Джилл. «Я кивнул». Так вот, ее муж примерно год назад погиб в автокатастрофе. С тех пор у нее с Джеффом сложились очень странные взаимоотношения. Он часами шепчется с ней по телефону, называет ее «любовь моя» и говорит всякие ласковые слова. Можно подумать, что она ему любовница, а не дочь. Когда она звонит, он бросает все свои дела и повисает на телефоне. И когда она приходит к нам домой, он ведет себя точно так же, если не хуже. Они усаживаются рядышком в укромном уголке, куда нет доступа никому, особенно мне, и ведут эти свои долгие приглушенные беседы. У меня больше нет сил терпеть. Мне кажется, что она стала центром его жизни, а для меня там места нет. Я чувствую себя совершенно покинутой и ненужной. Сестра рассказывала и рассказывала, вдаваясь все в новые детали странной динамики своих семейных отношений. Мы с Джоанной внимательно слушали, проявляя сочувствие и недоумевая по поводу причин поведения Джеффа. Мы советовали Джилл, как ей следовало бы поговорить с мужем, и пытались найти способ исправить положение. В общем, вели себя так, как и должны вести себя озабоченный брат и невестка. Джоан тоже принял участие в разговоре и высказал свою точку зрения на происходящее. Такое поведение было не характерно для Джеффа, и это показалось мне странным и подозрительным. Я знал, что Джефф очень привязан к своим дочерям и нуждался в их одобрении и любви. Однако я никогда не видел, чтобы он вел себя подобным образом. Насколько я знал, этот человек относился к Джилл с глубочайшей нежностью и любовью. На самом деле, мне было просто трудно поверить, чтобы он мог быть так жесток с ней. Я хорошо понимал, почему сестре настолько тяжело переносить эту ситуацию. Тем более, что Джефф настаивал на том, что она все просто выдумывает и сама сводит себя с ума. Мы говорили на эту тему в течение всего следующего дня. У меня в уме начала складываться картинка того, что происходит между Джилл и Джеффом с точки зрения радикального прощения. Однако я решил об этом не говорить до поры. Сестра была слишком поглощена своей драмой и пока не смогла бы понять мои слова. Радикальное прощение основано на широких духовных предпосылках, которые она еще не разделяла со мной, когда мы все вместе жили в Англии. Понимая, что ни Джилл, ни Джон не знают о моих убеждениях, лежащих в основе радикального прощения, я осознавал, что пока еще рано предлагать им непростую для восприятия мысль о том, что ситуация совершенно в том виде, в каком существует, что она представляет собой возможность для исцеления. Однако на второй день, когда мы снова завели беседу о проблеме сестры, я решил, что уже настало время попытаться применить подход радикального прощения. Для этого нужно было, чтобы Джилл с открытым сердцем рассмотрела возможность того, что за завесой очевидного происходит что-то еще, некий осмысленный процесс, благой божественный замысел. Однако сестра слишком вжилась в роль жертвы в данной ситуации, и я не был уверен, сумеет ли она услышать интерпретацию поведения Джеффа, которая лишит ее этой роли. И все-таки, когда она в очередной раз начала пересказывать свою историю, я наконец-то решил вмешаться и нерешительно спросил, «Джилл, не хочешь ли ты взглянуть на эту ситуацию с другой стороны? Сможешь ли ты быть достаточно открытой, чтобы выслушать иную интерпретацию происходящего?» Она посмотрела на меня озадаченно, словно спрашивая, «Какая уж тут может быть другая интерпретация? Все ясно, как божий день». Однако в прошлом я уже помогал Джилл решить некоторые проблемы во взаимоотношениях с людьми, и у нее были основания мне верить. Поэтому она ответила, «Ладно, попробую, говори». Такая степень открытости меня вполне удовлетворила. То, что я скажу, может показаться тебе странным, но постарайся не спорить, пока я не закончу. Просто оставайся открытой и подумай, имеют ли мои слова для тебя хоть какой-то смысл. До сих пор Джон старался быть внимательным к Джилл, но этот нескончаемый разговор по кругу порядком ему надоел. На самом деле он уже почти отключился от сестры, однако я заметил, что мои слова немного оживили брата, и он внимательно слушал. «Джилл, то, что ты нам рассказала, конечно, правда, как видишь ее ты. Я ничуть не сомневаюсь, что все происходит именно так, как ты говоришь». Кроме того, Джон был свидетелем этой ситуации в течение последних трех недель и может подтвердить твои слова. «Правда, Джон?» осведомился я, обернувшись к брату. «Именно так», подтвердил Джон. «Я собственными глазами видел все, о чем рассказывает Джилл. Мне ситуация в их семье показалась очень странной и нередко было просто неловко там находиться». «Ничего удивительного», заметил я. «В любом случае, Джилл, что бы я ни сказал, я не ставлю под сомнение твои слова и не пытаюсь преуменьшить значение происходящего». «Я уверен, дела обстоят именно так, как ты рассказала. Однако, позволь мне указать, что, возможно, за твоей ситуацией скрывается что-то еще». «Что значит скрывается за ситуацией?» спросила Джилл, окинув меня подозрительным взглядом. «Совершенно естественно думать, что вся реальность видна на поверхности», объяснил я. «Но, возможно, очень многое происходит также за покровом реальности. Мы этого не видим, поскольку наши пять чувств не предназначены для подобной задачи. Но это вовсе не означает, что все ограничивается очевидным». «Взять хотя бы твою ситуацию», продолжал я. «Между тобой и Джеффом развернулась жизненная драма. Это вполне очевидно. Но что, если за этой драмой скрывается некое духовное событие? Те же люди, те же ситуации, но все это имеет совершенно другое значение. Что, если ваши души танцуют этот танец совсем под другую музыку, которую мы не слышим? Что, если в этой ситуации вы можете увидеть возможность для исцеления и роста? «Ведь тогда происшедшее можно было бы истолковать совсем иначе, правда?» «И Джон, и Джилл смотрели на меня так, словно я говорю на иностранном языке». «Я решил отступить от теоретических объяснений и обратиться непосредственно к случаю сестры». «Вспомни последние месяца три, Джилл», продолжал я. «Что ты чаще всего чувствовала, когда видела, с какой любовью Джеффри общается со своей дочерью Лорен?» «Большей частью злость», ответила она и, подумав, добавила «разочарование». Затем, после долгой паузы, сестра продолжила «И печаль. Мне очень грустно». На ее глаза навернулись слезы. «Я чувствую себя одинокой и нелюбимой», сказала она и начала тихонечко всхлипывать. «Было бы не так тяжело, если бы я думала, что он вообще не умеет любить. Однако он умеет и любит, но только ее». Яростно и страстно выплюнув последние слова, Джилл впервые после своего приезда ко мне разрыдалась. У нее и до этого несколько раз на глаза наворачивали слезы, но ни разу еще она не позволила себе выплакаться как следует. Теперь, наконец, она отдала волю слезам. Меня порадовало, что Джилл смогла осознать собственные чувства так быстро. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем сестра успокоилась и снова смогла говорить. Тогда я спросил, «Джилл, вспомни, не испытывала ли ты те же чувства, когда была маленькой?» «Да», ответила сестра без колебаний. Поскольку она не стала сразу рассказывать, когда это было, я попросил ее объяснить. Джилл начала не сразу. «Папа тоже меня не любил», выпалила она наконец и снова начала всхлипывать. «Я хотела, чтобы он меня любил, а он не любил. Я думала, что он не способен любить никого. А потом, Колин, я увидела, как он относится к твоей дочери. Ее-то папа любил. Так почему же он не любил меня, черт побери?» Прокричав эти слова, она ударила кулаком по столу и снова разрыдалась. Джилл имела в виду мою старшую дочь Лорен. По случайности, или скорее по закону синхронистичности, она носит то же имя, что и старшая дочь Джеффа. Поплакав, Джилл почувствовала себя намного лучше. Слезы принесли ей облегчение и, возможно, что-то перевернули в ее душе. Я подумал, что, наверное, скоро нас ждет прорыв. Нужно было подтолкнуть ее к дальнейшему разговору. «Расскажи мне, что произошло между моей дочерью, Лорен, и отцом?» попросил я. «Видишь ли», сказала Джилл, беря себя в руки, «я всегда очень хотела, чтобы отец любил меня, но чувство было, что он ко мне равнодушен. Он никогда не брал меня за руку и не сажал к себе на колени. Мне казалось, что со мной что-то не так. Когда я стала старше, мама сказала, что папа вообще никого не способен любить, даже ее. И тогда я более или менее с этим примирилась. Я объяснила себе, что если он вообще никого не любит, значит, я не виновата в том, что он равнодушен ко мне. Он и вправду никого не любил. Папу совсем не интересовали мои дети, его внуки, а тем более чужие люди и дети. Он не был плохим отцом, просто не умел любить. Мне было жаль его. Джилл еще немного поплакала. Я понимал, о чем она говорит. Наш отец был добрым и кротким человеком, но очень уж тихим и замкнутым. Казалось, что он вообще не испытывает никаких чувств по отношению к окружающим. Снова взяв себя в руки, сестра продолжала. Мне вспоминается один день у тебя дома. Твоей дочери Лорен было лет пять или четыре. Мама с папой приехали из Лестера погостить у нас, и мы все вместе отправились к тебе. Я увидела, как твоя Лорен берет папу за руку. Идем, дедушка, сказала она. Я покажу тебе сад и все мои цветы. Он был как марионетка в ее руках. Девочка водила его по саду, показывала цветы и все щебетало, щебетало, щебетало. Она просто очаровала его. Я все время смотрела на них из окна. Когда они вернулись в дом, папа посадил Лорен на колени, играл с ней и смеялся. Я и не помню его таким. Я пришла в отчаяние. Значит, он все-таки может любить, подумала я. Если он способен любить Лорен, почему не способен любить меня? Последние слова сестра произнесла шепотом, и из глаз ее потекли слезы, боли и печали, которые она держала в себе все эти годы. Я решил, что для начала вполне достаточно и предложил выпить чаю. В конце концов, мы англичане, мы всегда пьем чай, что бы ни творилось вокруг. Взглянув на историю Джилл с точки зрения радикального прощения, я легко заметил, что своим, на первый взгляд, странным поведением, Джефф подсознательно пытался помочь Джилл исцелить ее неразрешенную боль, обусловленную взаимоотношениями с отцом. Если сестра сумеет увидеть совершенство в действиях Джеффа, ей удастся исцелиться от этой боли, и поведение Джеффа почти наверняка изменится. Однако, тогда я еще не знал, как объяснить этот Джилл, чтобы она все поняла. К счастью, мне не пришлось ничего говорить. Она заметила эту очевидную связь сама. Чуть позже, в тот же день, сестра спросила, Колин, тебе не кажется странным, что дочь Джеффа зовут так же, как и твою дочь? Подумай, обе блондинки и обе первенцы. Вот ведь странное совпадение. Ты не думаешь, что тут есть какая-то связь? Именно так, ответил я, рассмеявшись. Это ключ к пониманию всей ситуации. Что ты имеешь в виду, спросила она, устремив на меня долгий пристальный взгляд. Сама подумай, ответил я. Какие еще параллели ты видишь между тем эпизодом, когда папа играл в Слорен, и своей нынешней ситуацией? Давай посмотрим. Обеих девочек одинаково зовут, и обе легко получают то, чего я не могу добиться от мужчин. Что же это, поинтересовался я? Любовь, прошептала Джилл. Продолжай, ласково подбодрила ее я. Я увидела, что твоя Лорен сумела добиться от папы любви, которой так не хватало мне. И дочь Джефф и Лорен тоже получают от своего отца любовь, но за мой счет. О, Господи, воскликнула Джилл. Теперь она начала понимать. «Но почему?» спросила она тревожно. «Я не понимаю, почему? Меня это пугает. Что же, черт побери, происходит?» Настало время сложить кусочки мозаики воедино. «А теперь послушай», сказал я. «Позволь мне объяснить, как все получается». Это прекрасная иллюстрация моих слов, что за любой жизненной драмой скрывается некая незримая реальность. Поверь мне, тут нечего пугаться. Поняв, как это все происходит, ты почувствуешь уверенность и умиротворенность, о каких и не мечтала прежде. Ты осознаешь, насколько заботлив к нам Бог или Вселенная или как ты предпочтешь назвать это, независимо от того, насколько тягостной кажется та или иная ситуация. С духовной точки зрения ощущение дискомфорта в любой ситуации служит нам сигналом, что мы не в ладу с духовным законом и нам дана возможность исцелить те или иные душевные травмы. Это может быть именно душевная травма или, возможно, какие-то ядовитые убеждения, мешающие нам быть собой. Однако, мы не часто смотрим на вещи таким образом. Мы предпочитаем прибегать к оценочным суждениям и винить во всем окружающих, а это мешает нам понять смысл ситуации и извлечь из нее урок. Это мешает нам исцелиться. Если же мы не исцеляем свои душевные травмы, то тем самым создаем вокруг себя еще больше дискомфорта до тех пор, пока обстоятельства буквально не заставят нас задаться вопросом, что же все-таки происходит. Иногда, для того, чтобы человек обратил внимание на происходящее, ему необходима очень сильная встряска или нестерпимая боль. Такой встряской может быть, например, смертельная болезнь. Однако, даже перед лицом смерти многие не видят, что происходящее в их жизни дает им возможность исцеления. В твоем случае, продолжал я, нужно исцелить боль, вызванную тем, что отец никогда не проявлял свою любовь к тебе. Именно здесь коренится причина твоей нынешней боли и дискомфорта. Эта боль уже просыпалась много раз в различных ситуациях. Но поскольку ты никогда не замечала возможности исцеления, все оставалось по-прежнему. Поэтому, каждая новая возможность увидеть свою проблему и избавиться от нее, это дар. Дар? Переспросила Джилл. Ты говоришь, что это дар, поскольку в данной ситуации таится послание для меня? Послание, которое я могла бы получить давным-давно, если бы только заметила его? Да, сказал я. Если бы ты его заметила раньше, то сразу же почувствовала бы себя более комфортно, и теперь бы тебе не пришлось пройти через то же самое. Однако, это не так уж важно. Сейчас тоже не поздно. Ты увидела совершенство своей ситуации, и тебе не придется развивать в себе смертельную болезнь, чтобы все понять, как делают многие люди. Ты уловила суть, и вместе с пониманием к тебе придет исцеление. Давай-ка я расскажу, что в точности произошло, и как это влияло на твою жизнь до нынешнего момента. Продолжал я, стремясь объяснить сестре динамику ее ситуации. Когда ты была маленькой, тебе казалось, будто папа тебя не любит и не заботится о тебе. Для девочки это ужасно. Девочке для полноценного развития необходимо чувствовать, что отец ее любит. Поскольку ты не получала этой любви, то заключила, будто с тобой что-то не в порядке. Ты стала всерьез полагать, будто недостойна любви и изначально недостаточно хороша. Это убеждение глубоко засело в подсознании и позже стало управлять твоей жизнью и регулировать взаимоотношения с людьми. Иными словами, жизнь всегда отражала твое подсознательное убеждение, будто ты недостаточно хороша и ставила тебя в ситуации на практике, подтверждающей, что ты действительно недостаточно хороша. Жизнь всегда дает подтверждение нашим убеждениям. В детстве боль от того, что ты не можешь забоевать расположение отца, была для тебя нестерпимой. Поэтому часть этой боли ты подавила, а часть вытеснила. О подавленных эмоциях человек знает, но держит их в узде. А вытесненные эмоции скрыты так глубоко в подсознании, что ты вообще не знаешь об их существовании. Позже, узнав, что отец от природы не очень душевный человек и, вероятно, вообще не способен никого любить, ты в некоторой степени реабилитировала себя и частично исцелилась от последствий недостатка отцовской любви. Очевидно, ты отпустила часть подавленной боли и отчасти отказалась от убеждения, будто недостойна любви. В конце концов, если он вообще никого не любит, значит в том, что он не любит и тебя, твоей вины нет. Затем происходит ошеломительное событие, которое возвращает тебя в исходную точку. Увидев, как нежно относятся папа к моей дочери Лорен, ты вновь утвердилась в своих изначальных убеждениях. Ты сказала себе, оказывается, отец способен любить, но только не меня. Очевидно, причина во мне. Я недостаточно хороша для папы и никогда не буду достаточно хороша ни для одного мужчины. С этого момента ты постоянно создавала в своей жизни ситуации, подтверждающие, что ты недостаточно хороша. Каким это образом, перебила Джилл, я не вижу, в чем была недостаточно хороша. А как складывались твои отношения с первым мужем, Генри, спросил я. Джилл была замужем за Генри, отцом ее четверых детей, в течение пятнадцати лет. Во многом неплохо, но он мне постоянно изменял. Он постоянно искал возможности заняться сексом с другими женщинами, и меня это ужасно угнетало. Вот именно. И в этой ситуации ты воспринимала его как мучителя, а себя как жертву. Хотя на самом деле ты сама привлекла этого человека в свою жизнь, именно потому, что в глубине души знала, он предоставит достаточно подтверждений, что ты недостаточно хороша. Изменяя тебе, он доказывал, что твоя самооценка верна. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я теперь должна сказать ему за это спасибо?» «Ну уж нет, черта с два», сказала она, смеясь, но не в силах скрыть свой гнев. «Однако, Генри ведь действительно поддерживал тебя в твоем убеждении, не так ли?» заметил я. «Ты была настолько нехороша, что ему постоянно приходилось искать других женщин, что-то большее. Если бы он вел себя иначе, хранил верность, относился к тебе так, будто ты вполне хороша, ты бы создала какую-нибудь другую драматическую ситуацию, чтобы подтвердить свои убеждения. Хотя твое мнение о себе ложно, оно мешает тебе быть достаточно хорошей. С другой стороны, продолжал я, если бы ты тогда исцелилась от своей боли и отказалась от убеждения, будто ты недостаточно хороша, Генри сразу же перестал бы ухаживать за твоими подругами. А если бы не перестал, ты бы с радостью его оставила и нашла бы другого мужчину, для которого была бы хороша. Мы всегда создаем реальность вокруг себя в соответствии с собственными убеждениями. Если ты хочешь выяснить, каковы твои убеждения, присмотрись, что происходит вокруг. Жизнь всегда отражает нашу точку зрения. Джилл, видимо, была несколько озадачена, поэтому я решил повторить кое-что из сказанного прежде. Всякий раз, когда Генри заводил очередной роман, он давал тебе новый шанс исцелить свою боль из-за того, что тебя не любил папа. Он демонстрировал тебе твое же убеждение, будто ты никогда не будешь достаточно хороша ни для одного мужчины. Когда это произошло первый несколько раз, тебе могло стать настолько больно и обидно, что ты сумела бы осознать свою первичную детскую травму и разобраться в собственном отношении к себе. На самом деле, эти первые измены представляли для тебя прекрасную возможность прибегнуть к радикальному прощению и избавиться от старой травмы. Но ты эту возможность упустила. Вместо этого, ты всякий раз винила во всем мужа и принимала роль жертвы. А в таких условиях исцеление невозможно. Ты говоришь о прощении? Спросила Джилл с болью в голосе. Уж не значит ли это, что я должна была простить ему то, что он соблазнил мою лучшую подругу и вообще спал со всеми, кто был не прочь? Это значит, что в тот момент он предоставил тебе возможность вспомнить о боли, мучающей тебя с детства и осознать, какие представления о себе портят тебе жизнь. Тем самым он дал тебе шанс понять и изменить свои убеждения и таким образом исцелить детскую травму. Вот что я имею в виду, говоря о прощении. Разве ты не видишь, Джилл, что Генри заслуживает прощения? Да, думаю, заслуживает, ответила сестра. Он всего-навсего отразил мои убеждения, которые сформировались из-за того, что мне не хватало отцовской любви. Генри просто подтверждал мою правоту по поводу того, что я недостаточно хороша, так? Правильно. И поскольку Генри предоставил тебе такую возможность, он заслуживает благодарности. И даже в большей степени, чем ты думаешь сейчас. Мы не можем знать, изменил бы он свое поведение, если бы ты тогда избавилась от своей проблемы, связанной с отцом. Или тебе пришлось бы все-таки оставить Генри. Но в любом случае, твой бывший муж мог тебе очень помочь. С этой точки зрения он заслуживает не только прощения, но и благодарности. В конце концов, он совсем не виноват в том, что ты не разглядела предназначенное тебе послание, которое скрывалось за его поведением. Я понимаю, продолжал я. Тебе трудно признать, что он пытался преподнести тебе дар. Мы не приучены думать подобным образом. Мы не приучены вдумываться в текущую ситуацию, говоря себе, ну-ка посмотрим, чем я наполнил свою жизнь. Разве это не интересно? Нет. Нас приучили судить, винить, разыгрывать из себя жертву и стремиться к отмщению. И еще, мы не приучены думать, что нашей жизнью управляют силы, лежащие за пределами сознания. Однако, дело обстоит именно так. На самом деле, тебя пыталась исцелить душа Генри. Внешне казалось, что Генри просто следует своим сексуальным пристрастиям. Но его душа, работая в паре с твоей душой, решила использовать это пристрастие для твоего духовного роста. Работа радикального прощения направлена именно на признание этого факта. Цель радикального прощения состоит в том, чтобы увидеть истину, скрывающуюся за поверхностью видимых событий, и найти любовь, которая есть в каждой ситуации. Я почувствовал, что разговор о Джеффе поможет Джилл лучше понять все эти принципы. Поэтому сказал, давай-ка еще раз вспомним о Джеффе и посмотрим, как эти принципы применимы к вашим взаимоотношениям. В самом начале вашей совместной жизни Джефф был к тебе очень нежен. Он души в тебе не чаял, все для тебя делал и обо всем с тобой говорил. Внешне жизнь с Джеффом протекала достаточно хорошо. Однако, обрати внимание, что такая ситуация не соответствовала твоим представлениям о себе. Согласно твоим убеждениям, мужчина не должен проявлять так много любви к тебе. Ты недостаточно хороша, помнишь? Джилл кивнула все еще неуверенная и озадаченная. Твоя душа знает, что тебе необходимо избавиться от этого убеждения. Поэтому она каким-то образом вступает в сговор с душой Джеффа, чтобы помочь тебе. Внешне кажется, что Джефф ведет себя странно и совершенно не характерно для себя. Он очень задевает тебя, проявляя любовь к другой Лорен, таким образом разыгрывая перед тобой тот же сценарий, который вы разыграли с отцом много лет назад. Кажется, что он безжалостно мучает тебя, а ты оказываешься в роли беспомощной жертвы. Разве не такова в общих чертах твоя нынешняя ситуация? Спросил я. Думаю, такова, спокойно сказала Джилл. Нахмурив лоб, сестра пыталась собрать воедино новую картину мира, которая складывалась у нее в мозгу. И вот, Джилл, ты опять оказалась перед выбором. Ты должна выбрать либо исцелиться и вырасти, либо доказать свою правоту, сказал я и улыбнулся. Если ты выберешь путь, который выбирает большинство людей, то останешься жертвой, а Джефф окажется мучителем. И таким образом выяснится, что ты была права. Ведь действительно, он ведет себя жестоко и неразумно. И я не сомневаюсь, что многие женщины посоветовали бы тебе предпринять весьма решительные шаги в данной ситуации. Ведь большинство подруг советуют тебе развестись с Джеффом, не правда ли? Правда, ответила Джилл. Все говорят, что мне нужно оставить Джеффа, если его поведение не изменится. На самом деле, я думала, что ты посоветуешь то же самое, сказала сестра с некоторым разочарованием. Я рассмеялся. Несколько лет назад так бы оно вероятно и было. Однако, после того, как я познакомился с этими духовными принципами, моя точка зрения на подобные ситуации кардинальным образом изменилась, как видишь, сказал я, лукаво улыбнувшись Джону. Он тоже ухмыльнулся, но не ответил. Как ты, наверное, уже догадалась, продолжал я, другой выбор состоит в том, чтобы признать, что за внешней ситуацией происходит нечто гораздо более значительное и потенциально полезное для тебя. Другой выбор состоит в том, чтобы допустить, что за поведением Джеффа кроется другой смысл, другое значение, другое намерение, дар, предназначенный тебе. Немного подумав, Джилл сказала, Джефф действительно ведет себя чертовски странно, и найти причины этому очень трудно. Возможно, действительно происходит что-то, чего я не могу увидеть. Полагаю, ситуация вправду в чем-то подобна тому, что было с Генри. Но сейчас мне это трудно признать, поскольку я слишком растерянно. Я вижу только то, что творится на поверхности. Это нормально, сказал я бодряюще. Послушай, тебе даже не от нужды разбираться во всем до конца. Уже саму... На самом деле, желание увидеть ситуацию в новом ракурсе это ключ к твоему исцелению. Исцеление на 90% происходит уже тогда, когда ты допускаешь саму мысль о том, что эту ситуацию любовно создала для тебя твоя же душа. Допуская это, ты передаешь контроль над происходящим в руки Бога, а он уже позаботится об оставшихся 10%. Если ты на глубочайшем уровне поймешь и примешь мысль о том, что Бог все уладит и положишься на Него, то тебе вообще не придется ничего делать. Ситуация разрешится сама собой, и к тебе придет исцеление. Однако для этого нужно предпринять один вполне рациональный шаг, который поможет тебе сразу же взглянуть на вещи в другом ракурсе. Нужно отделить факты от вымыслов, то есть признать, что твое убеждение в собственной несостоятельности не имеет под собой никакого реального основания. Это просто история, которую ты сама сочинила, произвольно интерпретируя несколько фактов. Мы делаем это постоянно. Переживая события, мы определенным образом интерпретируем его. Затем складываем факты и интерпретации вместе и таким образом создаем картину происшедшего. В значительной мере ложную картину. Эта картина превращается в убеждение и мы защищаем ее, словно это истина в последней инстанции. Но она, конечно же, таковой не является. В твоем случае факты таковы. Папа не обнимал тебя, не играл с тобой, не брал на руки, не сажал к себе на колени. Он не удовлетворял твою потребность в любви. Это факты. На основании данных фактов ты пришла к заключению «Папа меня не любит». «Разве не так все было?» Сестра кивнула. «Однако из того факта, что он не удовлетворял твои потребности, отнюдь не следует, что он тебя не любил», продолжал я. «Это твоя интерпретация. Ложная интерпретация. Половые импульсы у него были глубоко подавлены и любые формы близости его пугали. Нам это хорошо известно. Возможно, он просто не умел выразить свою любовь так, как хотела ты. Помнишь тот прекрасный кукольный домик, который он сделал тебе как-то раз на Рождество? Я видел, как он часами трудился над ним по вечерам, пока ты спала. Может быть, он просто не знал другого способа проявить свою любовь к тебе. Я не хочу оправдывать отца или убеждать тебя в том, что твои слова и чувства не верны. Я просто пытаюсь продемонстрировать свойственную нам всем пагубную склонность принимать собственные интерпретации за истину. Потом, основываясь на тех же фактах и своей интерпретации, мол, папа меня не любит, ты сделала следующее смелое предположение. Это моя вина. Должно быть со мной что-то не так. А это еще большая ложь, чем первое предположение. Ты согласна? Джилл кивнула. В том, что ты пришла к этому выводу, нет ничего удивительного, ибо такой ход мыслей свойственен малышам, продолжал я. Детям кажется, что мир вращается вокруг них, поэтому, если что-то идет не так, как хотелось бы, ребенок всегда считает, будто виноват в этом именно он. Когда такая мысль приходит ему в голову впервые, малыш испытывает нестерпимую душевную боль. Чтобы избавиться от боли, ребенок вытесняет эту мысль в подсознание. Но в результате ему становится лишь еще труднее избавиться от нее. Таким образом, повзрослев, мы по-прежнему остаемся в плену у ложной идеи «Со мной что-то не так», «И я сам во всем виноват». Всякий раз, когда какая-то ситуация в жизни пробуждает в нас воспоминания о вытесненной боли или связанных с ней представлениях, это вызывает у нас эмоциональную регрессию. Мы чувствуем и ведем себя в точности, как малыш, которому пришлось впервые пережить эту боль. Именно это произошло, когда ты увидела, как моя Лорен сумела пробудить любовь в нашем отце. Тебе было уже 27 лет, но в тот момент ты регрессировала до уровня двухлетней девочки, которой кажется, будто ее не любят и которая целиком погружена в свои детские горести. Ту же самую ситуацию ты разыгрываешь и сейчас, но на этот раз во взаимоотношениях с мужем. Ты строишь свои взаимоотношения, основываясь на выводах, которые сделаны двухлетним ребенком и на самом деле не имеют под собой никакого основания, заключил я. Ты понимаешь, этот жил? Да, понимаю, ответила сестра. Я сделала глупые выводы, основываясь на этих подсознательных посылках, правильно? Да, но это произошло, когда тебе было больно и ты была еще слишком маленькой, чтобы поступить разумнее, сказал я. Ты будто бы избавилась от боли, вытеснив ее в подсознание. Но, несмотря на это, ложные убеждения продолжали управлять твоей жизнью на подсознательном уровне. Тогда твоя душа решила устроить тебе в жизни драму, которая помогла бы тебе вновь осознать свои ложные убеждения. Таким образом, ты получила возможность исцелиться. Ты сама притягивала к себе людей, которые заставляли тебя посмотреть в лицо собственной боли и освежить опыт детства, продолжал я. «Именно это делает сейчас Джефф. Я, конечно, не утверждаю, будто он делает это сознательно. Нет, он наверняка не меньше озадачен собственным поведением, чем ты. Помни, это взаимодействие душ. Его душа знает о твоей детской боли и понимает, что ты не избавишься от нее, если снова не пройдешь через этот опыт». «Ого!» – воскликнула Джил, глубоко вздохнув. «Впервые с тех пор, как мы начали говорить об этой ситуации, ее тело расслабилось. Это, конечно, совершенно непривычный для меня взгляд на вещи, но знаешь что? Мне стало легче. Такое впечатление, что после нашего разговора с моих плеч упал тяжелый груз. «Дело в том, что изменилось твое энергетическое поле», ответил я. «Ты только представь, сколько тебе пришлось тратить энергии лишь на то, чтобы постоянно оживлять в своей памяти этот эпизод с отцом и Лорен. Добавь сюда энергию, уходившую на то, чтобы сдерживать боль и обиду, связанные с этой историей. Часть этой боли ушла сегодня вместе со слезами. А только что ты признала, что вся эта история вымышленная. Представь себе, насколько тебе должно стать от этого легче. Вдобавок, ты расходовала очень много энергии на Джеффа, на то, чтобы он был не таким, как нужно, на то, чтобы самой быть не такой, как нужно, на то, чтобы оставаться жертвой и так далее. Одного желания увидеть ситуацию в новом ракурсе оказалось достаточно, чтобы высвободить всю эту энергию и использовать себе во благо. Неудивительно, что ты почувствовала себя лучше, заключил я и улыбнулся. А что было бы, если бы я не поняла, что кроется за нашей с Джеффом ситуацией и просто ушла от него, спросила Джилл. «Твоя душа нашла бы другого человека, который помог бы тебе исцелиться», ответил я, не раздумывая. «Но ты ведь не ушла от него, правда? Вместо этого ты приехала сюда. Тебе нужно понять, что эта поездка не была случайной. В этой системе нет места для случайностей. Ты, или вернее, твоя душа затеяла эту поездку именно для того, чтобы дать себе возможность разобраться в динамике своих взаимоотношений с Джеффом. Твоя душа привела тебя сюда. А душа Джона решила совершить это путешествие именно сейчас для того, чтобы ты смогла поехать с ним». «А что думать о двух Лорен?» поинтересовалась Джилл. «Как это понимать? Не может же это быть просто совпадением?» «Для совпадений в этой системе тоже нет места. Просто твоя душа и души других людей все вместе задумали эту ситуацию и очень ловко задействовали в ней двух разных Лорен сейчас и тогда. Более удачного ключа не придумаешь. Трудно представить себе, что это не было устроено нарочно, не правда ли?» «А что же мне делать теперь?» спросила Джилл. «Да, мне действительно стало легче. Но что мне делать, когда я вернусь домой и снова увижу Джеффа?» «А тебе ничего особенного делать и не нужно», ответил я. «Отныне более важно, как ты себя чувствуешь. Ты поняла, что не являешься жертвой? Ты поняла, что Джефф не мучитель. Ты поняла, что именно эта ситуация была тебе необходима. Ты понимаешь, насколько сильно любит тебя этот мужчина, если говорить о том, что происходит на уровне душ? Что ты имеешь в виду? Он готов делать что угодно, лишь бы довести тебя до точки, откуда ты сможешь взглянуть на собственные представления о себе и увидеть, насколько они неверны. Ты понимаешь, какой дискомфорт он согласился терпеть, чтобы помочь тебе. По природе своей он не жестокий человек. Поэтому все это должно даваться ему с трудом. Немногие мужчины смогли бы такое для тебя сделать, рискуя при этом тебя потерять. Воистину, Джефф или душа Джеффа твой ангел. Когда ты это поймешь, в тебе проснется такая благодарность к нему. Кроме того, ты перестанешь посылать подсознательные сигналы, что они достойны любви. Возможно, впервые в жизни ты сумеешь полностью раскрыть свое сердце для любви. Ты простишь Джеффа, поскольку тебе станет совершенно очевидно, что ничего плохого не происходило в вашей жизни. Ситуация была совершенной во всех отношениях. И еще, я могу гарантировать, продолжал я, что в этот самый момент, когда мы с тобой тут разговариваем, Джефф изменяется и скоро откажется от своего странного поведения. Душа Джеффа уже узнала, что ты простила его и отказалась от ложного представления о себе самой. его энергетическое поле изменится вместе с твоим. Между вами существует энергетическая связь. Физическое расстояние тут роли не играет. Возвращаясь к вопросу Джилл, я сказал, так что, вернувшись домой, можешь ничего особенного не делать. Я даже хочу, чтобы ты пообещала мне не предпринимать никаких активных действий после возвращения. В частности, ни в коем случае не рассказывать Джеффу о своем новом взгляде на ситуацию. Я хочу, чтобы ты увидела, как все наладится само собой, просто вследствие того, что изменилось твое восприятие. Ты почувствуешь, что и сама изменилась, добавил я. Ты заметишь, что стала более умиротворенной, сосредоточенной и расслабленной. В тебе появится проницательность, которая вначале будет удивлять Джеффа. Для того, чтобы ваши взаимоотношения наладились, потребуется время, и вначале будет нелегко. Однако, в конце концов, все будет в порядке, закончил я убежденно. Прежде чем сестра вернулась в Англию, мы с ней еще не раз рассматривали этот новый взгляд на ситуацию. Человеку, переживающему самый пик душевной боли, всегда трудно принять с точки зрения радикального прощения. Для того, чтобы обрести состояние, когда может состояться настоящее радикальное прощение, нередко требуется немало поработать над собой и проникнуться соответствующими взглядами. Тут может понадобиться также помощь со стороны. Чтобы помочь своей сестре, я познакомил ее с некоторыми дыхательными упражнениями, которые помогают освободиться от эмоций и интегрировать в свою жизнь новый способ бытия. Кроме того, я попросил ее заполнить анкету радикального прощения. В день отъезда сестре было явно не по себе от того, что приходится возвращаться к ситуации, которую она оставила в Англии. Уходя по коридору аэропорта к самолету, она обернулась и постаралась уверенно помахать мне на прощание. Но я знал, что Джилл боится утратить свое новое понимание и снова увязнуть в этой жизненной драме. Встреча с Джеффом, кажется, прошла хорошо. Джилл попросила, чтобы он не расспрашивал у нее сразу же, что произошло во время поездки в Америку. Еще она попросила мужа, чтобы он дал ей несколько дней, чтобы прийти в себя. Однако, Джилл сразу же заметила происшедшую в нем перемену. Муж стал внимательным, ласковым и заботливым, совсем как тот Джефф, которого она знала до всей этой истории. В течение нескольких следующих дней Джилл сказала Джеффу, что больше не винит его ни в чем и не требует, чтобы он каким-то образом изменился. Джилл сказала, что поняла, что она сама должна брать на себя ответственность за свои чувства и решать любые возникающие в ее жизни проблемы, не виня ни в чем Джеффа. Она не вдавалась в тонкости своего нового подхода к жизни и ничего не пыталась объяснить. После возвращения Джилл, дела дома шли хорошо, и поведение Джеффа по отношению к Лорен очень сильно изменилось. Фактически, что касается этих отношений, все, кажется, вернулось в норму, но отношения между Джилл и Джеффом по-прежнему оставались несколько напряженными, и они общались довольно мало. Недели через две ситуация пришла к своему логическому завершению. Глядя на Джеффа, Джилл сказала спокойно, «У меня такое чувство, словно я потеряла лучшего друга». «У меня тоже», ответил Джефф. Впервые за много месяцев они почувствовали объединяющую их связь. Обнявшись, они расплакались. «Давай поговорим», предложила Джилл. «Мне нужно рассказать тебе о том, чему научил меня Колин в Америке. Вначале все может показаться тебе достаточно странным, но я хочу поделиться с тобой. Ты не обязан мне верить, я просто хочу, чтобы ты выслушал». «Согласен?» «Я выслушаю, как бы трудно это ни было», ответил Джефф. «Я почувствовал, что с тобой произошло что-то важное и хочу знать обо всем. Ты изменилась и мне нравится, какая ты стала. Ты уже не тот человек, который улетал в Америку вместе с Джоном». «Итак, рассказывай». Джилл говорила и говорила. Она, как могла, объяснила мужу динамику радикального прощения, стараясь, чтобы он все понял. Она чувствовала себя очень сильной, уверенной в себе и в своем новом взгляде на жизнь. Ее мысли были ясными и спокойными. Джефф, человек практического ума, скептически настроенный по отношению к любым явлениям, не имеющим рационального объяснения, на этот раз не спорил. Более того, он оказался открыт к идеям, которые высказала Джилл. Он согласился рассмотреть в качестве гипотезы, что за повседневной реальностью может лежать некий духовный мир, и признал, что при таких условиях концепция радикального прощения не лишена логики. Он не смог принять все это полностью, однако с готовностью выслушал Джилл и увидел, каким образом данные идеи изменили ее взгляд на мир. После этого разговора оба почувствовали, что любовь между ними еще не угасла, и их взаимоотношения не безнадежны. Однако они ничего не стали обещать друг другу и договорились и впредь периодически беседовать и анализировать, как развиваются их отношения. А развиваются они довольно хорошо. Джефф по-прежнему очень заботливо относится к своей дочери Лорен, но не в такой степени, как прежде. Джилл заметила, что теперь ее почти не волнует, когда муж ведет себя подобным образом. Это уже не побуждает к эмоциональной регрессии и реакции, основанной на детских представлениях о себе. Приблизительно через месяц после их беседы Джефф вообще перестал обекать Лорен так, как прежде. И Лорен, в свою очередь, перестала заходить и звонить так часто. Она как-то обустроила свою жизнь. Все постепенно вернулось в прежнее русло, и взаимоотношения между Джилл и Джеффом понемногу стали еще более нежными и прочными, чем прежде. К Джеффу опять вернулась его врожденная доброта и чувствительность. Джилл перестала чувствовать себя неполноценной. Лорен нашла счастье в жизни. Если бы душа Джилл не привела ее в Атланту для беседы со мной, я уверен, что сестра развелась бы с мужем. В общей жизненной схеме это тоже было бы нормально. Джилл просто нашла бы другого человека, который снова воссоздал бы ее детскую травму и предоставил бы ей новую возможность обрести исцеление. А так она воспользовалась именно этой возможностью решить свои проблемы и сохранила брак. С тех пор прошло много лет. Я работаю над вторым изданием книги, а Джилл и Джефф по-прежнему живут вместе и живут счастливо. Как любая пара, они иногда проходят через драмы. Однако теперь они умеют видеть в этих ситуациях возможности исцеления и решают свои проблемы быстро и изящно. конец первой части. Я надеюсь, ребят, чтобы прослушать, послушать эту книгу до конца. Может быть, мы иногда будем слушать там не такие длинные главы, некоторые главы по 15-20 минут, но я сейчас прохожу через этап радикального прощения и мне сегодня сразу же после первой главы стало намного легче. До встречи!